Задумав создать минивэн, который был бы более роскошным, чем братья-близнецы Ноах или Вокси, но не столь дорогой, как Альфард, Toyota выкатила Esquire. Этот минивэн представлял, по сути, собой продвинутую версию Вокси и пользовался весьма неплохой популярностью. Однако в линейке производителя он продержался всего 7 лет в рамках одного поколения. Стали ли технические неполадки причиной отказа от его производства? Сейчас узнаем. С вами Петр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Toyota Esquire представили осенью 2014 года. Это произошло спустя почти 9 месяцев после запуска в январе того же года его собратьев третьего поколения – Ноах и Вокси. Как и планировалось, Esquire продавался в качестве топовой версии этих минивэнов. В глаза сразу бросался другой дизайн решетки радиатора и более роскошный интерьер. Кроме того, отличительной особенностью Esquire стала собственная эмблема, заменившая другие тойотовские логотипы. На ней были изображены рыцарские щиты меч, стилизованные под написание ESQ. Силовая линия новому минивэну досталась аналогичная той, что ставилась на Ноах и Вокси. Esquire предлагался с гибридной силовой установкой, сочетавшей в себе бензиновый четырехцилиндровый двигатель 2ZR FXE объемом 1,8 литра и синхронный электромотор переменного тока 5JM. Точно такой же силовой агрегат использовался, например, на Toyota Prius. Даже совокупные выходные мощности у них одинаковые – 136 лошадиных сил. Также Esquire оснащался бензиновым рядным четырехцилиндровым, но уже двухлитровым движком 3ZR FAE. В укомплектованных им машинах, в отличие от исключительно переднеприводных гибридов, крутящий момент мог передаваться как на одну, так и на обе оси. Трансмиссией в силовых линиях обоих типов служил бесступенчатый вариатор. На бензиновых машинах – Super CVT-i, на гибридных – E-CVT-P410. После рестайлинга 2017 года, который свелся главным образом к изменениям в дизайне, силовые агрегаты минивэна не поменялись. С ними он выпускался вплоть до окончания производственного цикла в декабре 2021 года. Появившееся в январе 2022 года четвертое поколение Ноох и Вокси второй генерации Esquire уже не подразумевало. Почему Toyota отказалась от этой модели, сложно сказать. Минивэн комплектовался точно такими же узлами и агрегатами, как и многие другие модели Toyota. Да, идеальными их не назовешь, но и дефектными тоже. Так, например, двухлитровый 3ZR FAE выпускается с 2008 года и за это время по праву заслужил уважение Toyota Vodov. Однако от проблем с системой изменения высоты подъема клапанов Valvematic он не избавился. Блок управления этой системы начинает сбоить при пробегах, едва переваливших за 100 тысяч километров или в районе этого значения. На комбинации приборов будут появляться ошибки, но в первое время на качестве езды это никак не отразится. Если тупо удалить ошибки, то они будут появляться вновь и вновь и все чаще и чаще, до тех пор, пока не начнет сбоить сам двигатель. Дотягивать до этого момента, разумеется, не стоит. Заняться заменой блока необходимо при появлении самых первых симптомов. К сожалению, ремонта блока не предусмотрена, только замена. Причем доступен лишь далеко не самый дешевый оригинал. Хорошо, что сама операция по замене обходится недорого. А некоторые рукастые владельцы минивэна говорят, что ее можно выполнить самостоятельно без специальной подготовки. Достаточно только внимательно посмотреть ролики, представленные в сети. Еще одно слабое место двигателя – это водяная помпа. Известны случаи, когда она выходила из строя при пробегах всего в 50-60 тысяч километров. Цепь газораспределительного механизма гораздо ресурснее, но больше 150 тысяч километров она вряд ли прослужит. Примерно при таких же пробегах может потерять свои свойства прокладка впускного коллектора. Материал рассохнется и, соответственно, начнется подсасывание постороннего воздуха извне. Тут же появятся ошибки по смеси образованию, снизится приемистость, может возрасти расход топлива, появятся вибрации, ну и так далее, и так далее. В общем, не заметить проблему не получится. Для ее устранения придется заменить прокладку. Машины 2014 и 2018 годов выпуска подвели топливные насосы. Их крыльчатки были выполнены из ненадлежащего материала, который не был стоек к бензину. Соответственно, крыльчатка деформировалась и в процессе вращения могла задевать о стенки насоса. По этому поводу в 2020 году было отозвано более 300 тысяч автомобилей разных моделей и Esquire в том числе. С топливным насосом гибридных силовых установок, произведенным в 2013-2018 годах, случалась другая напасть. Неправильная установка щетки электродвигателя приводила к ее преждевременному износу и, как следствие, отказу насоса. Для устранения неполадки в 2019 году к дилерам отправили свыше 200 тысяч минивэнов всех трех моделей. К слову, о гибридных версиях. Довольно распространенной бедой мотора 2ZR FXE является прогорающая прокладка головки блока цилиндра в перешейках между первым и вторым, либо третьим и четвертым цилиндрами. К сожалению, не разобравшись в сути проблемы, многие владельцы пытаются решить ее ошибочным методом. Например, заменяя свечи зажигания или, например, чистя клапан EGR. Потому что владельцы в первую очередь пытаются бороться с возникающей при этом некоторой неравномерностью в работе мотора. Но все это результатов, естественно, не приносит. А при этом продолжающий неисправно функционирует двигатель получает серьезные повреждения. И в итоге все это приводит к серьезному же и дорогостоящему ремонту. Хотя изначально можно было отделаться лишь заменой прокладки ГБЦ. А что касается самих свечек, то их замена на обоих двигателях при условии использования иридиевых свечей зажигания производится каждые 100 тысяч километров. Причем нередко, даже на таком большом пробеге, они все равно остаются работоспособными. Но из сугубо профилактических соображений рекомендуется поставить новые. По работающим в паре с два ZR FXE гибридным системам особых нареканий не возникало. Но зимой в 2021 году было отозвано порядка 9 тысяч автомобилей того же 2021 года выпуска из-за дефектной платы модуля управления. Как оказалось, она имела слабую защиту от электрических помех. И в некоторых условиях переходила в аварийный режим работы. В этом случае напряжение источника питания падало. На комбинации приборов загоралась индикация неисправности. А, соответственно, дальше происходило кратковременное снижение мощности. И для устранения данной проблемы весь модуль приходилось менять. Кроме того, желающим приобрести гибридный Esquire следует иметь в виду, что, как показывает практика, штатный алгоритм работы системы охлаждения высоковольтной батареи частенько допускает ее функционирование с перегревом. А перегрев – это основная причина сокращения ресурса аккумулятора и потери его емкости. Поэтому продвинутые владельцы гибридов рекомендуют устанавливать дополнительный контроллер, с помощью которого повышаются обороты вентилятора системы охлаждения, тем самым повышая его эффективность и производительность. В основном контроллеры бывают двух видов. Это те, что с дисплеем подороже и те, что без дисплея подешевле. Наличие дисплея никак на его функциональные особенности не влияют. Дисплей позволяет лишь отображать текущие параметры работы. Главное, чтобы этот контроллер в нужный момент, гораздо раньше, чем то прописано в штатном алгоритме работы, выводил вентилятор в режим повышенной производительности. Соблюдение оптимальных температурных режимов также важно и для трансмиссии Сквайра. Причем для обычного вариатора, если судить по отзывам владельцев, даже в большей степени, чем для агрегата E-CVT-P410, к которому претензии практически отсутствуют. Напомню, что в паре с бензиновым мотором тут работает вариатор K114 на переднеприводных версиях, а на полноприводных – K114F. Его система охлаждения нуждается в регулярной промывке, которую следует делать при каждой второй замене масла. А замену масла следует выполнять каждые 30-40 тысяч километров. Если этого не делать, либо растягивать межсервисные интервалы, то рывков и толчков не избежать. Кроме того, все это неблагоприятно сказывается на состоянии ремня, замена которого стоит чрезвычайно больших денег. Но все-таки самой известной болячкой 114-х вариаторов являются подшипники конусов. В негодность они могут прийти при пробегах всего в 70-80 тысяч километров, хотя на большинстве машин запросто выхаживают и 150, и 200 тысяч километров, и даже больше. От чего зависит их здоровье, однозначного ответа нет. Но очевидно, что резкие ускорения, различные нагрузки и все те же повышенные температуры не идут на пользу 114-м вариаторам. Как, впрочем, и любым другим трансмиссиям. Поэтому, прежде чем приобрести Esquire, постарайтесь выяснить у его прежнего владельца, как он эксплуатировал машину. Если частенько ездил с ветерком или загружал минивэн под завязку, то в таких случаях больше шансов столкнуться с проблемами. Эти же нагрузки не проходят бесследно и для системы полного привода. Хотя по опыту можно сказать, что в штатных режимах эксплуатации и принадлежащем обслуживании с регулярной заменой масла раньше 200-250 тысяч километров она вас не побеспокоит. Только на таких пробегах начинают разбалтываться крестовины, которые наши умельцы научились менять отдельно, сохраняя при этом родной карданный вал. Хотя заводская технология подобного ремонта не предусматривает. Тем не менее, он возможен, причем качественный и с балансировкой карданного вала. А чуть раньше, примерно на пороге третьей сотни тысяч километров, могут попроситься на замену подвесные опоры, подвесные подшипники. Соответственно, это тоже весьма недорогой ремонт, который у нас проводится быстро и качественно. Но делаем поправку на то, что в кадре у нас представлена переднеприводная версия. У подвески, так же как и у полного привода, запас прочности весьма солидный. Амортизаторы из сквайра ходят до 180-200 тысяч километров. Правда, опоры, как правило, меняют раньше, на 120-130 тысячах. Втулки и стойки стабилизатора, сайлентблоки и шаровые опоры откатывают по 150-170 тысяч километров. Причем последние запросто перепрессовываются, что значительно повышает срок службы весьма недешевых рычагов. Переходя к проблемным местам других системы сквайра, первым делом обратим внимание на отзывные кампании. В начале 2018 года Toyota провела масштабный отзыв. Проблема затрагивала минивены, произведенные с мая 2015 по март 2016 года, и касалась электропроводки подушек безопасности. Как удалось выяснить производителю, в процессе эксплуатации существовала вероятность обрыва электрической цепи, датчиков давления и ускорения. В результате этого на комбинации приборов могла сжигаться сигнализация об аварийной неисправности эйрбэгов, а также в случае самого дорожно-транспортного происшествия эти самые эйрбэги могли не сработать. Для устранения дефекта дилеры меняли проводку. Кроме того, подушки безопасности переднего пассажира на автомобилях 2014-2018 годов выпуска грешили недостаточной защитой пропеллента от впитывания влаги. Из-за этого в определенных климатических условиях, связанных с высокой влажностью и колебаниями температуры, пропеллент мог деградировать всего за пару-тройку лет, тем самым не обеспечивая должное срабатывание подушки. Соответственно, для устранения данной проблемы на прибывавших к дилерам автомобилях полностью меняли весь модуль пассажирской подушки безопасности. Еще около тысячи эсквайров отзывали в 2019 году, потому что в момент резкого вытягивания боковых ремней безопасности 2-го и 3-го ряда они не блокировались. Происходило это по причине производственного дефекта, допущенного при сборке механизмов блокировки. Пружинка у них, как сообщается, установили в изогнутом виде. Вроде бы мелочь, но исправить данный дефект собственными силами не предоставлялось возможным. В итоге приходилось менять все неисправные ремни безопасности. Не повезло и пружинам механизма откидывания передних кресел – водительского и пассажирского, которые применяли на автомобилях 2017-2018 годов выпуска. Из-за неправильной формы края пружинной распорки, к которой крепится пружина фиксатора механизма откидывания спинки, может произойти их рассоединение, особенно если часто пользоваться данной функцией. В итоге спинка перестает нормально фиксироваться, и что еще хуже может откинуться назад, когда водитель начинает движение, не заметив, что рычаг регулировки не вернулся в свое исходное положение. Как видите, отзывов было немало, и касались они довольно серьезных систем. Поэтому прежде чем приобрести автомобиль, проверьте его вин в базе на японском сайте производителя. Ну а после покупки, как рекомендуют опытные владельцы минивэна, непременно проведите антикоррозийную обработку кузова, в первую очередь днище. В целом, к лакокрасочному покрытию Сквайра особых претензий у пользователей нет, но без антикора в наших условиях кузов может довольно быстро зацвести, особенно по местам сколов. Все эти действия вряд ли будут для вас серьезным обременением, но позволят подстраховаться от досадных дефектов, способных омрачить эксплуатацию роскошного минивэна. Если все делать правильно и вовремя, то эта эксплуатация может быть длительной и беспроблемной, а все посещения сервисов сведутся лишь к выполнению регламентных работ, ну и, возможно, каких-то мелких замен, которые для Сквайра не будут обременительными и дорогими. С вами была программа «Поддержанные автомобили», и я ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор, поэтому выбирайте правильные автомобили с правым рулем вместе с нами. Желаю удачи!